Одно из главных церковных торжеств августа – Преображение Господне. Множество храмов и монастырей посвящены этому дивному двунадесятому празднику. Стоит старинная Преображенская церковь и в хуторе Обуховка, что в Ростовской области. Службу там совершил митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Высота 700 мм, длина 900. Александр Пахомов построил уменьшенную модель Преображенского храма за несколько месяцев. Материал местный – Обуховский. Вишня и береза. Делаю макеты храмов православных. Особенно нравится мне наш храм Преображения. А вот и сам оригинал. Почти 60 метров в высоту. Настоятель протеерии Николай Дяур служит в нем вот уже 29 лет. Знает все его особенности и даже все его раны. Много было следов и в храме, и в дверях, и на стенах храмов от этих снарядов. Во время боевых действий, во время Великой Отечественной войны. Преображенский храм в 19 веке строился благодаря усилиям местного казачества. Поэтому здесь так много памятных знаков. От этой таблички на воротах до надписей под старинными иконами. В этом году Преображенскому храму исполняется 150 лет. Здесь молились несколько поколений. И даже в годы гонений храм не был закрыт. Местные жители отстояли его. Храм пытались закрыть несколько раз. Не получилось. И сейчас он в своей изначальной красоте. Мама нас водила, когда нам было уже лет по 10. Каждый вечер занималась с нами. Читала нам молитвы. Мы стоим молимся. Она сидит читать молитвы. Мы повторяем. И стала водить нас у храм. Слова апостола Петра об избрании человека Богом в этот день прозвучали особенно еще для одного участника богослужения. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рукоположил в Санпрессвитера дьякона Геннадия Третьякова. Здесь фосглас Аксиус достоин. По сути, напоминание не только об ответственности, но и о том доверии, которое Бог оказывает своим чадом. И в проповеди митрополита Меркурия преображение – цель жизни человека, в основе которой – любовь и сострадание к ближнему. Как и по слову апостола Петра, вера ведет к братолюбию и Царствию Небесному. Теряя общение между собой, мы теряем сопричастность друг к другу. И в потере этой сопричастности мы теряем присутствие Бога в своей жизни. А это та скрепа, которая нас соединяет вместе, которая делает нас народом Божиим. Мы должны просить Господа не лишить нас и мягкости нашего сердца, не лишить нас милосердия к людям, сострадания и внимания, которые и делают нас сопричастниками этой Божественной славы.